Совет по развитию предпринимательства прошел в расширенном формате, в том числе и с помощью видеосвязи. В нем приняли участие представители исполнительной власти области и районов, Министерства экономики, банковской сферы, предприниматели. Большое внимание вопросам импортозамещения. В реальных условиях этой работе придается особый импульс. Необходимо синхронизировать отрасли, а также активно вовлекать субъекты малого и среднего предпринимательства в кооперационной цепочке взаимодействия. Тем самым предполагается организация эффективного нового логистического процесса, своеобразной схемы по производству комплектующих сырья, материалов, которые смогут беспрепятственно попадать на производственные предприятия, тем самым организовывая бесперебойные производственные процессы в разных сферах. В деревообработке, в машиностроении, в легкой промышленности, в строительной сфере и в химической в том числе. Государствам предусмотрены стимулирующие инструменты по вовлечению предпринимателей в программу импортозамещения. Тем более, что малый бизнес сегодня вносит значительный вклад в областной бюджет – порядка 37%. На данный момент мы стараемся всячески поддержать в этой сложной ситуации наш бизнес не только административный метод, но и финансовый. То есть у нас на этот год, на 2022 год, 3,2 миллиона белорусских рублей предназначено для малого бизнеса под кредитование льготное по 255 указу. В основном мы решили в начале года, что будет направлено оно все на импортозамещение. Участники совета рассмотрели и вопрос эффективности работы и возможности совершенствования цифровой платформы для налаживания кооперационных цепочек. Обсудили взаимодействия между крупными предприятиями области и страны, а также малым бизнесом. Что касается предпринимательства в целом, сегодня, учитывая актуальные условия, связанные с санкционным давлением, у предприятий есть возможность для функционирования. Необходимо время и гибкость в выборе новых ориентиров. Мы должны по текущему моменту работать и максимально сократить сегодня вот этот период, период перериентации и по рынкам, где мы реализуем свою продукцию, и по тем регионам, из которых мы сегодня поставляем и приобретаем комплектующие сырье и материалы. Это с одной стороны. С другой стороны, критической ситуации абсолютно нет. Нужно просто определенное время. Сегодняшние условия и сегодняшняя ситуация – это не только, скажем, какое-то появление проблем, это еще период больших возможностей, потому что освобождаются рынки, которые сегодня наши предприятия могут занять. Брестским облсполкомом на Совете также была анонсирована активная работа платформ, в том числе и в районах, по вовлечению предпринимателей в разработку проектов по наиболее востребованным направлениям импортозамещения.